Здравствуйте! В эфире программа новости экономики. С вами студия Елена Семеновичева. Правительство России поручило Роснедрам выставить на аукцион в Анивийский и Лаевожский участки недр в Ненецком округе. Участок для разведки и добычи углеводородного сырья имеет площадь 761,5 квадратный километр. Согласно данным госбаланса, по данным на 1 января 2015 года, запасов полезных ископаемых и ресурсы нефти на участке составляет более 71 миллиона тонн. Извлекаемые запасы – 14 с небольшим миллионов тонн, а запасы газа – 223 миллиарда кубических метров. В состав комиссии по проведению аукциона, в ходе которого определится компания-разработчик месторождений, войдет не менее 11 человек, включая представителей администрации Ненецкого округа. Недропользователь, победивший на аукционе, должен будет в течение двух лет подготовить и утвердить проект разведочных работ. В течение пяти лет выполнить эти работы. В течение шести лет провести пересчет запасов углеводорода на основе анализа результатов разведочных работ. В течение семи лет подготовить и утвердить проект первой стадии разработки месторождения. Обустройство и ввод месторождения в первую стадию разработки должен быть осуществлено недропользователем в течение 11 лет со дня государственной регистрации и лицензии. В государственную программу округа развития предпринимательской деятельности в Ненецком округе внесены изменения. В частности, изменилось финансирование по нескольким мероприятиям программы. Так, на предоставление субсидий субъекта малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат для уплаты авансового платежа при заключении договора лизинга предусмотрено финансирование в размере 5 млн. рублей. Финансирование на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса сохранено на уровне 2015 года и составляет 9 миллионов. На возмещение части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, программой предусмотрено финансирование в размере 12 миллионов 600 тысяч рублей. В 2016 году в рамках этих средств появятся две новые субсидии для субъектов предпринимательской деятельности. На возмещение части затрат по уплате процентов по кредитным договорам и субсидии на возмещение части затрат на технологическое подключение к сетям. На выплаты по первому виду субсидий бюджета предусмотрено 5 миллионов рублей, по второму – 500 тысяч рублей. Кроме того, в программе появились новые для округа мероприятия. Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства с объемом финансирования в 2016 году в размере 6 миллионов рублей, а также развитие системы гарантии и поручительств при получении кредитов в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства с объемом финансирования в размере 20 миллионов рублей. Объем финансирования программы из средств окружного бюджета в 2016 году составит 73,5 млн. рублей. На борьбу с безработицей и содействию занятости жителей региона может быть направлена и еще одна мера. В администрации региона предварительное рассмотрение прошел законопроект о квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан, которые испытывают трудности в поиске работы. К этой категории разработчики документа предварительно отнесли одиноких родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей-инвалидов, многодетных родителей, воспитывающих 5 и более детей в возрасте до 18 лет, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет и граждане в возрасте от 18 до 25 лет, которые закончили организации профессионального и высшего профессионального образования. При условии проживания в округе не менее 5 лет для всех перечисленных категорий, тем остальным категориям, чтобы попасть под действие норм закона, необходимо прожить в НАУ не менее 15 лет. Законом устанавливается и квота. Для организации, где работают 50 и свыше работников, необходимо выделить квоту 30% от общей численности работников. Работодатель самостоятельно будет определять, какие это будут должности. Норма квотирования будет распространяться не только на вновь вводимые, но и уже существующие рабочие места. Поэтому работодателям потребуется определенный переходный период. Федеральный закон о занятости населения дает региону такую возможность, как квотирование рабочих мест. Подобный прецедент уже существует в Московской области. Там подобный закон пытались оспорить в Верховном суде, но инстанция вынесла решение в пользу документа, установив, что его нормы не противоречат федеральному законодательству. Напомню, пока региональный законопроект проходит предварительное рассмотрение и будет корректироваться с учетом всех мнений и предложений. Результаты мониторинга розничных цен на продукты в Ненецком округе обсудили на заседании Межведовственной комиссии по доходам и оптимизации расходов. Если ранее проводился еженедельный мониторинг цен, то с этого года он стал ежемесячным. Цены на все продовольственные товары, которые реализуются в округе, растут в основном на продукцию, которая завозится из-за пределов округа. По результатам мониторинга по состоянию на 1 марта 2016 года, повышение цен по отношению к январю этого года зафиксирован 5%. Так выросли цены на рис, крупу гречневую, мясо кур, твердый сыр, свежие огурцы, томаты и сладкий перец. Цены на местную продукцию практически не растут. На хлеб цены за полтора года выросли на 2 рубля с 35 до 37. На молоко рост цен за полтора года составил 20%. Сдерживающим фактором на рост цен на производимые в округе продукты является государственная поддержка. Речь идет о фиксированных ценах на весь ассортимент молочной продукции, некоторые мясные изделия предприятия мясопродукты и на хлеб. Также осуществляется субсидирование доставки продовольственных товаров в населенные пункты. Первый платежный терминал Наринмарского объединенного авиаотряда в рамках проекта «Безналичный округ» установлен в Нижней Пёше. Теперь жители муниципалитета могут приобрести билеты на рейсы внутри региона по своим банковским картам. Переход в округе на безналичный расчет по авиаперевозкам – еще один шаг в развитии проекта «Безналичный округ». Проект действует с 2015 года и включает ряд направлений от перехода учреждений на зарплатный проект для создания инфраструктуры для реализации безналичных средств. Первоочередные задачи проекта сегодня – расширение спектра безналичных платежей в первую очередь по наиболее востребованным для жителей наукатегориям. Так, заплатить карточкой за продукты и товары жители окружных сел могут в 48 торговых точках сельских муниципалитетов. Еще 8 торгово-сервисных терминалов появятся в ближайшее время в Амдермосервис, в Нижнепечорском потребообществе, в СПК «Сула» и «Дружба народов». Кроме того, онлайн-коммунальные услуги могут оплатить все жители окружных сел, клиенты Севержилкомсервиса. Безналично за услуги связи платят и пользователи НКС. Это были новости экономики. Увидимся ровно через неделю.